Луч, выключи на минутку телевизор. К тебе пришел очень необычный гость. Ты помнишь, я тебе рассказывала о том, что твой папа умер в лагере для военнопленных? Ну, вот это капитан Кунс. Он был в том лагере вместе с твоим папой. Привет, малыш. Докладываю, что я много о тебе слышал. Я был хорошим другом твоего папы. Мы вместе были в этом аду, в Хануэ, больше пяти лет. Надеюсь, тебе никогда не придется испытать такого. Но когда два мужчины попадают в такую ситуацию, в которую попали мы с твоим папой, да еще на такой срок, ты начинаешь брать на себя ответственность за другого. Если бы там не выжил я, то сейчас это майор Кулиш разговаривал бы с моим сыном Джимом. Но вышло так, что я говорю с тобой. Бутч, у меня для тебя кое-что есть. Вот эти часы, что я держу в руках, купил твой прадед во время Первой мировой войны. Я купил их в маленьком магазинчике в городе Ноксвилл, штат Теннесси. Они сделаны первой компанией, которая перешла на производство наручных часов. До этого все люди таскали часы в карманах. Эти часы купил рядовой Дагбой Эрин Кулиш. Купил в тот день, когда он отплывал в Париж. Это были военные часы твоего прадедушки. И он носил их на войне каждый день, до тех пор, пока он не выполнил свой долг и не вернулся к твоей прадедушке. Тогда он снял часы, положил их в банку из-под кофе, и там они и лежали. До тех пор, пока твой дедушка Дэйн Кулиш не был призван своей страной снова за океан. Снова сражаться против немцев. На этот раз это была Вторая мировая война. Твой прадедушка передал эти часы твоему дедушке. На счастье. К сожалению, Дэйну не так повезло по твоему прадеду. Дэйн был морским пехотинцем, и он погиб вместе с другими морскими пехотинцами в боях за остров двоих. Твой дед смотрел смерти в лицо. Он знал о ней. И ни у кого из тех ребят не было иллюзий. Они знали, что никто не уйдет с этого острова живым. И поэтому за три дня до атаки японцем, твой дед попросил стрелка с транспорта по фамилии Веноки, человека, которого он никогда не видел раньше, передать своему маленькому сыну, которого он сам никогда не видел, свои золотые часы. Тремя днями позже твоего деда убили, но Веноки сдержал свое слово. Когда закончилась война, он приехал к твоей бабушке и привез твоему отцу, который тогда был совсем маленьким, его золотые часы. Вот эти часы. Эти часы были на реке твоего папы, когда его сбили над Ханоем. Его взяли в плен и посадили во вьетнанский лагерь. Он знал, что если бы узкоглазые увидели у него часы, их бы конфисковали, отобрали. Но твой папа считал, что эти часы принадлежат тебе. Я не хотел, чтобы эти косоглазые твари хватали своими немытыми желтыми лапами то, что принадлежит его сыну. Поэтому он нашел место, которое мог их надежно спрятать у себя в жопе. Пять долгих лет он носил эти часы в своей жопе, а потом он умер от дезинтерии. А часы отдал мне, и я прятал этот угловатый кусок железа в своей жопе еще два года. А потом, через семь лет, меня отпустили к моей семье. И вот сейчас, малыш, я передаю эти часы тебе.